Субтитры делал DimaTorzok 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 Гуру Абхаги Горанаму Субтитры делал DimaTorzok Горанаму 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы слышали эту катху? Кришна поднял Гирадж Гвардхан. И так Кришна уничтожил всю Аханкару, прауд, ложное эго. И он осознал это. И Индра стал поклоняться Господу Кришна с помощью воды Ахаш-данге. И дал ему имя Говинда. Во время Браджамадара, Парикрама и Нагавартхане мы посещаем это место, которое называется Говинда-Кунда, где Индра поклонялся Господу Кришне. Но Индра понял, возможно, Кришна не будет доволен. И поэтому Индра вновь прибыл на Вадипадхаму. С коровой Сурабхи. Сурабхи тоже. Она также ощущала, чувствовала. Я общалась с Индрой, и он оскорбитель Апаратти. Поэтому, возможно, мое тело так же оскорбилось общение с этим оскорбителем. У этого, то есть описывается множество значений. И Индра совершал суровые аскезы в Годруме. Годрум Дхама. Это Батима Стали. И так же вы слышали, что Годрума неотлично от Нандагаона. С этой стороны проявлен Нандагаона. И Бхахтивно Тхакур, он также совершил боженое саданство. Бхахтивно Тхакур, он был мировой судей. И он написал биографию. Он написал свою биографию, и подумал, «О, я тратил свое время только лишь для того, чтобы заниматься делами в этом материальном мире, и поэтому моя жизнь бесполезна». Я должен совершать Бхаджана Саддана во Вриндаване, и Бхактин Тахур отправился в Вриндаван, чтобы совершать Бхаджана Саддана. И когда Бхактин Тахур отдыхал, в храме Шивы, Ширджи пришел в его сон и сказал, «Бхактин Тахур, ты вечный слуга Шримати Радхики. Зачем тебе нужно идти в Вриндаван? Ты позабыл о своем долге. Ты прибыл с Галука Вриндавана. Шримати Радхика послала тебя, чтобы ты нашел и указал место явления Господа Читания Махапрабху. Шиваджи напомнил ему об этом. Ищут Бхактин Тахур, он пишет об этом в своей биографии «Гора Камы» и «Гора Дхама». Бхактин Тахур осознал, я должен пробыть место явления, место рождения Господа Читания Махапрабху. Потому что когда Господь Читания Махапрабху ушел из этого материального мира, прошло много лет, и это место полностью было захвачено мусульманами. Мусульмане использовали это место для того, чтобы там было кладбище. Бхактин Тахур, он думал, где же находится точное место рождения Господа Читания Махапрабху. И однажды ночи Бхактин Тахур у нас спел в святы имена, Рыщна, рищна, хри, хри, хри. Хри Рама, хри Рама, хри Рама, хри, хри. Бххаттино Тхуру увидел, что на другой стороне гангиа и птичатая сторона полностью освещена. И Бххаттино Тхуру увидел читатель Махапрабу Ниттананды. Шриваза, падаю на гадагара, шриваза Тысячи тысячи преданных с короталами, мурдангами, всевозможными музыкальными инструментами. А все они воскинули святые имена. Они уклеили этот кирдан, харихарая, намакришан. Гопалу говинданам, сримудху садан, гиридари гопинад, халя намагар. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама. И Бхтимуна Тхакур, он видел это видение, и затем утром он пришел туда, и он увидел, что это то самое место, где он видел танцующих Махапрабху с его парикарами, спутниками, и он видел, что в этом месте повсюду растут туласи, и тогда Бхтимуна Тхакур, он убедился, да, это место и время. Господи Читань Махапрабху, и тогда Бхтимуна Тхакур, он привел Джаганат Кудаса Бабхаджи Махараджи из Бриндавана. Это Сида Бабхаджи Махараджи. И Шила Джаганат Бабхаджи Махараджи совершал намасанкиртан в этом месте. Я уже днем рассказывал эту подход, вы об этом слышали. Итак, это было доказано. И Шила Бхтимуна Тхакур, он заказал старинные карты Навадвипы. И там, на этих картах, там как раз таки тоже было доказательство, то есть именно в том месте находится Махапур, место явления Махапрабху. Но в то время это место было полностью заквачено мусульманами. Майт и с права. Майт и с права. Майт и с права. Он должен открыть место Бхтимуна Тхакур. И Шила Бхтимуна Тхакур сказал Бхтимуна Тхакур, ты должен доказать, что это место явления Господи Тхакур Махапрабху. И ты должен как бы приобрести эту землю. И Шила Бхтимуна Тхакур передал это Севу, то есть вот эту ответственность на Бхтимуна Тхакур Махапрабху. И он сделал так. На самом деле это место является подарком для нас. Бхтимуна Тхакур это описал уже днем. На самом деле основную функцию в этом сыграл Бхтимуна Тхакур. И Шила Бхтимуна Тхакур. Потому что Сибжи сказал, что все вещи нужно manifest. Бхтимуна Тхакур Махапрабху. Они взяли это слово из этого слова. О, нет никаких правил предпосланий для повторения святых имен. То есть вы не квалифицированные личности. Они думали просто восприняются и к вам придет Кришна приема. Можно есть все, что хочешь. В общем, туда все, что хочешь, можно запихивать. И ничего страшного. Просто делай, что хочешь, а с нами воспевай харибол. Такова концепция с Ахадживом. Что это? О чем они говорили? Вы можете есть рыбу, мясо, делать все, что вам хочется. И вы будете просто воспевать все имена и Кришна приема при вашем сердце. Но это не так. И поэтому Шилу Бхтимуна Тхакур, он установил намахату. Шилу Бхтимуна Тхакур, он написал одну грандху. Намахата базар. Харинам, в которой говорится, что харинама это маркет, рынок. И там продается множество всевозможных имен. И Бхтимуна Тхакур написал, что он говорил об этом в одном баджане. Он сказал, мой брат, воспросят имена. Как говорится в этих словах. Бхтимуна Тхакур, он описал то, что есть всевозможные уровни воспевания Сутоого имени. То есть имя одно, как его можно воспевать. То есть первое, Нама Параатха, затем Нама Баса и Шуда Нама. И там же вы должны воспевать Нама Баса, чистое Святое Имя. Шилу Бхтимуна Тхакур описал это все. Гудруме Нитта Нангда Маха-жан, пати-а-че-е-нам-хатта. Живи-ракара. Шраддя Ван-жан-хи-сраддя Ван-жан. Если у вас есть вера, вы должны принять Шудда Харинаму. Итак, вначале идет Шрадда. Если у вас нет Шрадды, поэтому как возможно, чтобы чистое Святое Имя проявилось на ваших устах? То есть первое, у вас должна быть Шрадда, вера. И здесь существуют всевозможные уровни, прямые, виды прямых. Шрадда. Там описываются всевозможные виды Шрадды. Если вы будете читать книгу Бхакти Татва веку, там очень прекрасно это описывается. Там говорится о дьянтике Шрадды. Дхира Шрадда. Шрадда Ван-жан. Шрадда Ван-жан-хи. В соответствии со Шраддхой к вам придут реализации. Шрадда. Шрадда. Это фундамент Шрадды. Шрадда Ван-жан-хи. Шрадда Ван-жан-хи. Гуру Ништха. Гуру Бхакти. Нама Ништха. Сева Ништха. Сева Ништха. То есть используется вот это слово Ништха. Ништха означает Трактивость. То есть Каренге Маренге сделай или умри. И так села Бхактина Тхакура объясняет это таким образом. Бхактина Тхакура написал множество грант. Написал множество прекрасных хиртанов. И так же он ругал Брахмавади, Майабади, Сахаджиев, Саки Бекки и аппасампра дарами. Потому что он говорил о том, как нужно воспевать чистые святомина. Затем мы посетили Хари-хара. Такое замечательное место. Хари-хар, Экатма. Акатма означает... Прятта-хетту ити-экатма. И столько... Что называется? Любви и афекция. Акатма. Когда между кем-то существует очень много любви, тогда это Акатма. Экатма означает единение сердца и души. Очень глубокая близость между друг другом. Это называется Экатма. Шри-хари и хар. Хар это Шиваджи. Сколько у них любви друг к другу. Почему? Потому что Господь Шива исполнил все желания Кришны. По этой причине говорится Хари-хар, Экатма. Шиваджи. Это Севака-татва. Шуба. Ахари это Севья-татва. То есть объект служения. Севья и Севака-бхаватам представлена. И Шиваджи. Он исполнил все желания Кришны. Севья-татва. В особенности, Шиваджи проповедовал философию Майабады. Севья-татва. Шиваджи сказал, о Деви Парвати. Я распространял имперсонализм. Почему? Потому что таково было наставление моего Штадева, Шри Хари, Кришны. Потому что темночные люди беспокоили меня. Это Кришна говорит. Асура с вабавава что означает? Эти темночные люди, они беспокоят меня. Поэтому ты должен проповедовать, что я... Человек должен говорить, я Брахман, я Бхагаван, Ахан Брахмасмин. Ты должен проповедовать эти вещи, и такие люди, они будут счастливы. Су Ахан, то есть тот Брахман. Вы даже, ты должен проповедовать таким образом. Санкарджи проявился в эту кальругу в образе Санкарачарья. Санкарачарья, он проповедовал таким образом, и Шива-джи сказал, это не моя вина. Таким образом, Шива-джи исполнил все желания Кресны, не только Шива-джи, но и те, у кого есть сатвика Бхаба. И Господь Шива-джи даровал высочайшую премию к ним, те, у кого есть сатвика Бхаба. Атамасика Бхаба, Сураса Бхаба, таких людей, из-за Шива, я так понимаю, уводил, наверное. То есть он игнорировал их. Те, кто обладает Ассор-сабхавой, демоничным настроением. Шива-джи обманывал таких людей, и те, кто обладали сатвика-сабхавой, Господь Шива-джи даровал им премию. В Шриман Бхагавад-Гите Кришна говорит также об этом в том же самом стихе. Один тоже стих переводится в Падмапуране и в Благоводдите. В этом материальном мире присутствует менталитет Сура и Асура. Дева Бхава – Саттик Бхава. Дева Бхава – Саттик Бхава. Дева Бхава – Саттик Бхава. Обладающие Саттик Бхавой – Демоническим Моностроением. Девоты – Саттик Бхава – Саттик Бхава. И Господь Шива Джо также давал им приема. Как Господь Шива Джо обсуждал высочайший према катху, Аштакали Лила Катху. В образе Садасим и Бринадеви Катху. Аштакали Лила Катха. Те, кто квалифицированы, они это осознали. Бринадеви и Садасим – Аштакали Лила Катху. Варинадеви Садасим – Аштакали Лила Катху. Как рады и Кришна встречаются вместе с тем, что там приводятся всевозможные лилы. Таким образом, Шива Джо дарует према, а с другой стороны, он оббанивает других. Итак, Хари Харакшетра. И Шива Джо осознал, Я оскорбил путешествию Лила Кришна. Таким образом, Шива Джо прибыл сюда и стал совершать суровые скезы в этом месте, Хари Харакшетра. И также одно место, Суварна Вихар, мы не заходили туда. Один царь, которого звали Суварна Сен. Он был полностью материалистичным. Но однажды к нему пришел Нарадариши, И Нарадариши стал прославлять Господа Читани Махапрабху. И Суварна Сен, слушая эту Катху, Он оставил все свои богатства, все деньги и полностью погрузился в медитацию на Господа Читани Махапрабху. Это Катха, там обсуждается Суварна Сен, то есть Суварна Вихар. И когда Господь Махапрабху являл Своей Лилой, И Господь Читани Махапрабху иногда приходил в то место и совершал Нама Санхи-Санхи-Санхи-Санхи. Затем пришли в Нарисимхапали, Дева или Нарисимхапали. Господь Нарисимхадев убил Хираникасипу. И после убийства Хираникасипу, Господь Нарисимхадев прибыл в то место и отпихал там. И все полубоги, полубогини, они пошли в то место. миллионы деватов, их супруг, они пришли туда, они стали воспевать, воспевать святые имена. Поэтому это место называется так же Дева Пали. Они стали возносить молитвы Господня Симхады. То есть это место, куда пришли полубоги Пали. Дева означает Дева, это полубогие, а Пали означает деревня. Так все полубогие, они прибыли в то место и стали возносить столы и студию Господу Нарисимха Девы. Поэтому это место называется Дева Пали или Нарисимха Пали. В Саттай-югу была эта Катха. Сегодня очень тяжело было получить Дарсен Господь Нарисимха Девы. Все так сильно толкались, столько преданных. Все приносили эти гирлянды из Туласи и весь пол был усыпан от листиками Туласи, всех саптали. Я надеюсь, что Господь Нарисимха Дев, Он пролил милость, чтобы, ну, я так понимаю, не... То есть повсюду были рассыпаны эти... То то есть мы должны молиться Господу Нарисимха Деву, пожалуйста, Господь Нарисимха Деву, пожалуйста, провели до нас милость. То есть вот, ну, как бы, вы должны измениться за то, чтобы наступали на эти листики Туласи, которые были рассыпаны на полу. И таки, что Господь Нарисимха Деву, одна из целей, которые были рассыпаны на полу. Это очень важно, без милости Господа Нарисимхадева никто не может войти в нашу чудо-браку, потому что кто же уничтожит все анартии в нашем сердце? Это Нарисимхадева, и поэтому мы должны молиться Господу Нарисимхадева, как мы можем очиститься от всех видов Абвара. Нарисимхадев на голову. Джайдала Гасвенжа, Даши Аватара Стотри, он прославляет Господу Нарисимхадева, Матья, Пурма Абвара, Нарисимха, все эти Аватары. Нарисимхадева, Даша Аватара Стотри. Нарисимхадева, Даша Аватара Стотри. То есть, до того, как пересечь мост Гаурангасету, то есть, я так понимаю, через Ганго, на той стороне, когда вы возвращаетесь сюда, то с правой стороны находится Хамса Вахангсетра. Это место, куда приходил Брамаджи, он восносил ставы и стуки в том месте. Иногда говорится, что Господь Шиваджи также приходил. Потому что Брамаджи приходил туда, то есть, спускался на словно носители, лебеди, в том, что столько много мест, как возможно за один день все это охватить, объять? У Брамаджи, у него лебедь, у Шиваджи носитель это бык Нанди. Махинте, говорят, не понимаю. Принесите, Махапрасат!